Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение в студии Ольга Костина и прямо сейчас о главных новостях и событиях этой недели. Дорогие друзья, близится День Победы. Рада представить вам афишу праздничных мероприятий. Обратите внимание на временные изменения. Уважаемые жители, вашему вниманию афиша праздничных мероприятий. 9 мая они пройдут на городском бульваре, площади перед Домом культуры, в городском парке и на стадионе имени Классона. С 11.15 до 11.45 состоится возложение цветов к памятнику невернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны работникам торфопредприятия. С 11.15 до 12.00 на старой части городского бульвара пройдет построение колонн бессмертного полка. В 12.00 – начало шествия. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и в связи с поручением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей рекомендовано соблюдать масочный режим при участии в акции «Бессмертный полк». В 8.00 утра на площади перед Домом культуры пройдет забег, приуроченный к празднованию Дня Победы. С 13.00 до 13.15 на площади перед ДК – торжественное шествие. С 13.15 начнется торжественная часть праздника. Поздравление главы города Сергея Дорофеева, настоятеля храма всех святых землероссийской просиявших отца Александра, панихида, минута молчания, возложение венков к памятнику. С 14.00 концертные программы представят артисты и творческие коллективы Дома культуры, Центра дополнительного образования «Истоки» и Электрогорской детской школы искусств. С 18.00 до 21.00 на сцене выступят коллективы и солисты Электрогорска. С 21.00 до 22.00 – выступление приглашенных артистов фольклорного народного ансамбля «Матрёна Арт». В 22.00 – праздничный салют. С 16.00 до 18.00 в городском парке будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, полевая кухня, интерактивная программа, караоке, шашки, шахматы, дартс, весёлые старты, концерт «Песни Победы». В 14.00 на стадионе имени Роберта Классона начало товарищеского матча по футболу. Поисковая работа – это не просто желание восполнить недостающие страницы в летописи страны. Это наш долг как перед павшими защитниками Отечества, так и перед ветеранами нынешними и будущими поколениями. Это возможность прочувствовать истинный смысл такого понятия, как патриотизм. Не по книжкам и учебникам, а через боль многочисленных потерь. Вот почему наравне с военнослужащими в поисковых экспедициях на месте бывших сражений сегодня участвуют добровольцы, люди разных профессий, возрастов и национальностей. Что движет энтузиастами об этом и многом другом в специальном репортаже наших корреспондентов. Тверская область, деревня Демихи. Бескрайние поля, звенящая тишина. Именно здесь, в далеких сороковых, во времена Великой Отечественной войны, сотни бойцов пали смертью храбрых. Они погибли, защищая наше будущее. И сейчас поисковики всеми силами стараются вернуть бойцов с фронта и увековечить их имена. Прошло много десятков лет, как закончилась война. Но до сих пор в земле скрываются многочисленные свидетельства того военного времени. Сотни красноармейцев, найденных на полях сражений. Личные вещи и боеприпасы. Это итоги совместной работы поисковиков на территории Тверской области. Потомки героев Великой Отечественной, так же сплоченно, как их деды и прадеды, плечом к плечу сражаются за восстановление исторической правды. За память, которая должна быть вечной. За то, чтобы вернуть с полей сражения и с почестями захоронить всех солдат, безымянно лежащих в сырой земле вот уже 78 лет. Бельский плацдарм – одна из основных поисковых экспедиций. Проводится с 2007 года. В экспедиции, кроме отрядов плацдарма, принимает участие отряды из Ямала, Челябинской, Омской, Архангельской, Кемеровской и Московской областей. По итогам экспедиции проводится захоронение на мемориале в деревне Демихи. Эта деревня находится в 500 километрах от Москвы. По дороге туда редко можно увидеть встречную машину. И большая часть домов одиноко пустует на бескрайних просторах русской степи. Непривычный для нас городских свежий воздух ненавязчиво бодрит разум. В этом месте буквально теряешь связь с внешним миром. В радиусе нескольких десятков километров совсем не ловит связь. Но несмотря на свою отчужденность, Демихи активно живут сельским хозяйством. Жители здесь зарабатывают на жизнь рубкой леса и сдачей металлолома. А еще с радостью помогает гостям, приезжим поисковикам. С 15 лет я пришла в Дом молодежи, трудовые бригады. Егор Николаевич меня после завершения этого месяца работы пригласил в Карелию на первый выезд наш. Я согласилась. Мы поехали, и буквально через пару дней так вышло, что нас отправили на автономку. Это вот вглубь леса мы приехали, и там была наша первая плевая практика, так назовем. Там огромное количество бойцов, где-то около сотни мы поднимали. Вот там где-то полторы недели мы жили. И таким образом я поняла, что мне очень нравится, мне все устраивает, все условия, какие бы тяжелые они ни были. И мы остались, и вот я до сих пор езжу с Востока, занимаюсь сгумациями в основном и прочей деятельностью. А какие ощущения? Бывает грустно или гордость испытываешь? Ох, ну тут грустно мне не бывает, поскольку со мной всегда рядом товарищи, которые поддержат. Вообще не стоит грустить, потому что это только сильнее загоняет. Вот, в принципе, я стараюсь как-то акцентироваться именно на работе, потому что мне, в первую очередь, очень интересно именно процесс расчистки, процесс поиска именных вещей. И, соответственно, если мы что-то находим, что помогает нам подтвердить личность бойца, и впоследствии еще находятся родственники, естественно, тогда уже я испытываю гордость за всех нас, потому что мы молодцы. А что скажешь именно про раскопки этого сезона? Ну, вот мы приехали, начали довольно бодро, вот у нас уже это вторая яма за эту неделю, получается. Вот, прошлый раскоп у нас был там где-то около пяти бойцов, не около пяти, а пять бойцов. Все в хорошем сохране, потому что там местность располагала. Вот, мы их подняли, и вот вчера у нас мужчины зацепили вот эту яму, получается. Тут у нас, конечно, с сохранностью останков похуже, потому что местность другая, соответственно, и почва подпортила сохранность, и поэтому тут у нас два бойца, но уже не в таком целом виде, каком они могли бы быть. В одном из домов и расположились участники поисковой экспедиции «Восток». Самый настоящий домик в деревне. Делянка дров, хозяйство, русская печка. От базы несколько километров до точки раскопок. Путь к бывшим местам сражений идет через поле. Просто так туда не добраться, поэтому вся команда садится на специальный вездеход. Когда ступаешь на землю, где проходил последний путь неизвестного солдата, испытываешь невероятные по силе ощущения. Одно, когда вы рассказываете нам о своей работе, а совсем другое – очутиться тут. И все это испытать, непередаваемое ощущение. Хочется узнать подробнее. Расскажите вообще, с чего началась история вашего поиска. Ну, история поиска вообще вот в экспедиции «Бельский плацдарм». Мы начнем с того, что экспедиция здесь работает с 2007 года. Она здесь ежегодная, проводится каждую весну с апреля по май. 8 мая ежегодно на воинском мемориале в деревне Демехи проходит торжественное воинское захоронение. То есть все бойцы, найденные с отданием воинских духовных почестей, захораниваются на едином воинском мемориале. История нашего поиска именно в той локации, где мы сейчас находимся, на этом поле, она началась, как мы с вами уже цикл передач записывали, она началась в сентябре прошлого года, 2021-го. Просто тоже со случая, просто проверялась очередная поступившая информация от местных жителей. И как бы вот в процессе проверки этой информации нашли первых бойцов и пошло. То есть у нас сентябрь, октябрь, ноябрь, в марте вот мы выезжали. И вот сейчас мы в апреле на экспедиции тоже тут работаем, тоже отрабатываем и поднимаем очередных солдат. Поиск начинается по-разному. Есть два основных метода. Архив-полеархив и полеархив. Это целый комплекс работ. Изучение документов, боевых донесений, опрос местных жителей. Но сейчас это практически не используется, так как становится все меньше людей, которые застали войну. Огромную роль во время поиска играет личный опыт. Поиск металлоискателям, верховым, глубинным, щупы. Как бы личный опыт, личная чуйка какая-то такая. То есть на что ты обращаешь внимание, там провал, опять же такие там, найдя там одиночный осколок, да, и найдя там, грубо говоря, котелок. То есть ты, естественно, больше времени посвятишь там, где-то нашел котелок, будешь расширяться, искать владельца, потому что, ну, вещи просто так тоже как бы не появились на этом месте. И нужно понимать, либо они здесь вместе с владельцем, либо просто как какая-то потеряшка или еще что-то. Если в паре слов у экспедиции, которая сейчас проходит, сколько уже вот обнаружено бойцов, какая работа проведена? Я как бы скажу так. Вот у нас с мая 2021 года, с прошлого, по сегодняшний день, было, когда мы сюда приехали 21 числа, 91 боец во временном хранилище. Сейчас у нас вот сейчас двое. Вот этот вот раскоп. Вчера у нас было пятеро поднято с другого места, позавчера один. И до этого, то есть ребята с нами параллельно поднимали тоже, где мы заезжали на поле, там один, еще двое. И сейчас тоже у наших товарищей идет с другой стороны поле тоже подъем. Там сколько, я не могу сказать. Во время предыдущего поиска удалось установить имя бойца Гомзина Ивана Васильевича и найти его родственников. 8 мая он будет достойно захоронен со всеми воинскими и духовными почестями. 188 поисковиков из пяти субъектов Российской Федерации собрались в этом году на берегу озера Красногородское для почетной работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Благодаря разведке, проведенной поисковым отрядом «Восток», набиты места подъема останков наших дедов и прадедов. Нахожу себя впервые и, конечно, очень, наверное, эмоции сильно переполняют, потому что все-таки прикоснуться нами к истории. Это большая честь. И видя то, что сейчас творится в мире, как подменяются понятия, как возрождается нацизм, мы сегодня находимся в месте, где наша советская армия обороняла рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы как раз присутствовали при поднятии двух тел, скажем так, все, что от них осталось, которых в настоящий момент не опознаны. Я так понимаю, что не нашли ни медальонов, ничего, то есть опознать их не представляется возможным. Это очень нужная, наверное, работа, которой занимаются наши поисковики города Литрогорска, именно Егор Черналов и его поисковый отряд «Восток», возвращает, наверное, забытым героям имена. Я вот знаю, что одного с осенней экспедиции они все-таки нашли родственников, и будут перезахоранивать их здесь уже 8 мая, и сюда приедут родственники, правнуки наших героев, которые погибли, защищая нашу Родину. Состоявшаяся весенняя вахта памяти стала и самой массовой за последние несколько лет. Они будут возвращаться сюда снова и снова. И, может быть, скоро еще в одной семье произойдет чудо, и их родственник вернется домой. Мария Устинова, Анна Вязгина, ТВЛ У каждого человека отношение к войне особое. Наши ветераны, полностью прошедшие ужасы войны, дети войны, кому судьба не представила возможности провести счастливое детство, бабушки и дедушки, лишенные и осиротевшие. Наше поколение узнает о войне только из уст родственников и книг. Вот и у нас появилась уникальная возможность узнать все из первых уст. Вашему вниманию интервью с ветераном Великой Отечественной войны Сергеем Петровичем Лобиковым. К сожалению, участников тех драматических событий с каждым годом становится все меньше и меньше. Ветеран Сергей Петрович Лобиков – один из тех, кто встал на защиту нашей с вами Родины совсем юным 17-летним парнем. А сколько вам лет было, когда началась война? Ну, я пошел уже, в бой пошли мы 17,5 лет. В бой уже пошел? Да. А до боли где вы были? А немножко подучили. А где? В Уфе, на станции Алкина. А кем вы были? А? Кем вы были? Ну, я пулеметчиком был. И Фреда, звание Фреда нам присвоили на фронт. Это какой год был? Это был 44-й год, май месяц. А ты куда не попали? На Карелевский фронт, бывший Енинградский. Ночи в окопах, обстрелы и бомбежки, контузии, ранения, смерть товарищей, мужество, долг. В чем-то история участников Великой Отечественной войны очень похожа. Одна на другую. После господи, после ранения, в зенитную артиллерию попал. И тоже стал пулеметчиком, крупнокалиберный пулемет по самолетам. Тут, значит, наземный, а тут самолетом. В Альске, Гурмански приехали через Кольский залив. И горы Северодинска разгрузились и в Заполярье. Ну, там был родром, там охраняли. Кукурузник мы их призывали себе. Все они прошли через самое страшное и остались живы. Страшно было? Страшно. Интересно, страшно. Ну, как страшно? Ну, вообще, надо, скажем, вперед. И все, что, если убегать его, либо он тебя убьет пулеметом. Кроме воспоминаний, у ветеранов остались ордена и медали. И за каждой наградой своя история. Потом, что закончились, оттуда нас тронули обратно. У нас такой был полк механизированный. Свои машины были, все там. В общем, его подонат туда и посылали. Оттуда вот, аж в Заполярье, от Норвегии, обратным путем. На Кольской заливе, через Мурманск и в Варшаву. От Варшавы 45 километров стояли. Наши бомбардировщики летали бомбить. И Берлин, и все города, где засели немцы. На их долю выпали страшные испытания. Были у вас кто-то, кто струсил, кто испугался? Нет, таких не было. Мы даже все рефорсировали. Все рефорсировали. Хорошо, что я на пароне работал до войны. Быстро плот сделал, пулемет поставил. Длинные четыре года войны и долгожданная победа, до которой дошли не все. Да, победу встретили около Варшавы. От Варшавы 30-35 километров победу встретили. А когда вы узнали? 8 мая или все-таки 9-го? Ну, раньше узнали. Летчики прилетали, говорили нам, вот, 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 все, все. Именно поэтому для нашего народа День Победы является праздником воинской славы. Отмечаем мы его со слезами на глазах. Что, как вы тогда вот ее отметили? По килограммам сахара нам дали даже. Жуков, там, там жуков были. Ну, встретили, как положено. Когда вы пришли домой? Домой в 48-м году. Чтобы снова не повторилось такой беды, главным долгом перед ветеранами для сегодняшнего поколения помнить всем, от мала до велика, об этом великом подвиге и благодарить их за подаренную нам жизнь. Надо воспитывать молодежь, а не так, как вообще, спустя рукава, как, говорит, сходили. Воспитывать надо. Как бы ни было страшно от воспоминаний ветеранов, от которых пронзает дрожь и наворачиваются слезы на глазах, это наша история, и ее забывать нельзя. Слушай, интересно. Как? Слушай, интересно. Слушай, конечно, интересно. Если все рассказать, неправда, это все. Сегодня с волнением мы обращаемся к событиям того времени, склоняем голову перед светлой памятью павших и отдаем дань уважения героям войны. Но главное для ветеранов не подарки и цветы, которые мы им вручаем, а внимание и отношения. Может, если бы нам всем удалось хоть на немного побывать в прошлом, мы чаще бы вспоминали и говорили добрые слова тем, кому пришлось пережить войну со всеми ее ужасами. На их молодость, на их жизнь выпало очень много испытаний, горя и трудностей, таких, что нам сейчас, к счастью, и не понять. Будем жить, будем помнить, будем гордиться. Электрогорск продолжает готовить к празднованию Дня Победы. Глава города вместе с руководителями коммунальных служб и подведомственных организаций проехал по городу и посмотрел, как выполняются работы. О том, что еще предстоит сделать, расскажем далее. 9 мая в городе пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Глава поручил ускорить работы по благоустройству и праздничному оформлению города к майским праздникам. Здесь тоже пройди, пожалуйста, подбери, не подграблю все, 9 мая. И здесь тоже самое, Юрьич, смотри, вот тот заборчик. Прошли по маршруту следование колонны бессмертного полка. Сергей Дорофеев поставил соответствующие задачи. Убрать мусор из мед, привести в порядок тепловые камеры, опоры освещения, если потребуется, очистить от рекламы и надписей, а на зеленых зонах окосить траву вдоль обочин дорог. До 9 мая вот это вот убрать, вот здесь все, по крайней мере, счистить. И попросить, вон Сурен будет, тогда он хотя бы щебенкой здесь засыпет, сделает. Ну, то есть, они пускай здесь порядок наводят. Кроме этого, определили места для очередной уборки. Проехали через улицу Некрасова на карьеры. К сожалению, видны следы отдыхающих после майских праздников. Надо собрать и вывезти мусор. Навести порядок надо также на улице Классона. Проехали вдоль дороги, глава дал ряд заданий. Уборка внутридворовых территорий осуществляется в ежедневном режиме. Есть ряд замечаний к теплоснабжающей компании «Мосэнерго». На некоторых участках предприятие проводило замену и ремонт сетей. Важно восстанавливать благоустройство после проведенных работ. Это все убирают, они здесь выкопали. Здесь вот выравнивают все 9 мая и красят эти камеры с вами. Посмотрели качество содержания автомобильной дороги в сторону выезда на деревню Васютина. Объезд по городу посвятили шествию колонны бессмертного полка. Прошли по маршруту его движения. Наметили те недостатки, которые нужно устранить в кратчайшее время. Недостатки, как относятся и к МБУ Литрогорска, и к МБУ Дорожного хозяйства, и к ТСК «Мосэнерго». Сегодня начали восстановительные работы дорожного полотна после производства аварийных работ ТСК «Мосэнерго». 9 мая, как они обещали, должны закончить. Завтра у нас будет субботник после обеденной. Наметили пути уборки мусора. К сожалению, очень много мусора на вылетных магистралях. Это и в сторону Васютина, это и Некрасовские карьеры, это карьера непосредственно с улицы Некрасова. Будем наводить порядок города. Сергей Дорофеев провел рабочее совещание на месте строительства пешеходной зоны. На встрече присутствовали представитель подрядной организации компании «Сплав» и лица, осуществляющие строительный контроль за пополнением работ. Данные территории благоустраиваются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды». В настоящий момент готовность следующая. Проведены работы по планировке территории, закладке кабелей наружного освещения и видеонаблюдения. Ведутся подготовительные работы для укладки асфальтобетонного покрытия. Укладывают брусчатку и тротуарную плитку. Проводят монтаж опор освещения. Подготовлено основание для детской игровой площадки и идет установка элементов. Десять дней у влаги уйти, иначе она у меня есть с резинками. Нам еще три дня будет затирать алмазными дисками. Вот сейчас четыре лавочки, четыре урна, и все готово. Пока работа идет активными темпами и с опережением графика. «Сегодня мы выехали на пешеходную зону, которая у нас строится и преображается на глазах. Уже увидели, что стоит и детская площадка. К сожалению, по технологическим нормам надо, чтобы бетон вылежался, как говорят строители. После этого будет нанесено резиновое покрытие. Мы уже видим, какой у нас будет и зона ротонда, где стоять будет, прекрасная плитка, и дорожки хорошие. Ну, ждем с нетерпением. Будем еженедельно, наверное, выходить на данный объект и смотреть, каким образом ведут строительные работы. Подрядная организация идет с опережением графика. Надеемся, что они сдержат свои обещания и сдадут объект раньше срока». Ну, а прямо сейчас продолжается общероссийское голосование за проекты благоустройства на 2023 год. Жители могут выбрать одно из предложенных городских пространств. Проголосовать за благоустройство территории в своем городе можно на портале городсреда.ру. 1 мая в городском парке «Электрогорска» состоялось праздничное открытие паркового сезона. Теперь с каждым днем будет становиться все теплее и теплее, и наш парк будет еще больше радовать жителей интересными и веселыми мероприятиями. А как все прошло, смотрите прямо сейчас в нашем сюжете. 1 мая – первый праздничный выходной и отличный день для открытия паркового сезона. Весело, ярко и энергично электрогорцы встретили приход теплых дней и отметили праздник труда. Прошедшее воскресенье в городском парке по этому поводу состоялось грандиозное праздничное мероприятие. Лучшие артисты города подготовили для жителей и гостей «Электрогорска» праздничную программу. Всех присутствующих ведущие встретили играми, плясками и песнями. С этого дня, с каждым днем будет все теплее и теплее, цветочки на деревьях начнут распускаться. Мы будем наслаждаться ароматами весны, пением птиц, радоваться и веселиться. И начинаем мы это прямо с сегодняшнего дня. Сначала для самых маленьких ценителей праздника сотрудники «Электрогорского дома культуры» провели небольшие конкурсы. Ребята активно принимали участие и получали крутые призы. Прыгали через канат и получали подарки на выбор. С нами сегодня веселый клоун. Бимбом, это я. Очаровательная ведущая. Также у нас сегодня рисунки на асфальте. Елена Васильевна, руководитель нашего кружка, проводит с ребятками. И вы видели замечательный мастер-класс по изготовлению весенней веточки с красивыми цветочками. Ну, конечно, открытие теплого сезона подразумевает, что впереди у нас в течение всего лета будет очень много различных развлекательных мероприятий. И спортивных, и танцевальных, и музыкальных. Также в этом году мы продолжим бесплатный показ художественных фильмов и для детей, и для взрослых. Следите за нашей афишей, за нашим системным расписанием, которое мы выкладываем каждую пятницу в наших социальных сетях. Всегда очень рады видеть вас в нашем городском парке. Всем прекрасных выходных, хорошего настроения, солнышко в душе и мирного неба над головой. Творческие коллективы города подготовили весьма интересные номера. Пели и взрослые, и дети. Звуки веселых частушек и народных песен звучали на весь город. Танцевальные коллективы Отличились особой креативностью и разнообразием. Были номера в руссконародном стиле, Современный хип-хоп, Эстрадные и бальные танцы. И даже звучали мотивы таинственного Востока. Субтитры создавал DimaTorzok На мероприятии также проходил и мастер-класс. Под наставничеством преподавателя совершенно бесплатно каждый из желающих мог сделать себе или кому-нибудь на подарок классную весеннюю веточку с яркими цветами из бумаги. А еще на праздники каждый желающий мог угоститься сладкой ватой и превратиться в сияющую бабочку с помощью яркого грима. Организаторы мероприятия большие молодцы. Теперь с открытием паркового сезона мы будем видеться с ними намного чаще. А по радостным лицам электрогорцев сразу понятно. Все прошло очень классно и весело. Сергей Дорофеев совместно с родительским активом проверил ход ремонтных работ в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На каком этапе находится процесс узнали мои коллеги. Сегодня совместно с родительским активом глава города проверил подготовку электрогорской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья к капитальному ремонту. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы, которые уже выполнены на 80%. Параллельно с ними проводится проектирование, уточнение уже начатых разработок, установка инженерных сетей и экспертиза. Подрядчик приступит к работам по капитальному ремонту к середине мая. Напомним, что планировку здания переделают максимально удобно, следуя всем строительным нормам и правилам. Заменят окна и кровлю, произведут покраску внутренних помещений. В качестве покрытия в классах будет линолеум, а на лестничных маршах – плитка из керамогранита. Это будет современное учреждение, отвечающее всем требованиям. И небольших помещений, потому что много детей индивидуально занимаются, занимаются и с дефектологами, и с логопедами, вот их не хватает. Но вот после капремонта, да, они были проходные, СЭС не разрешала их в кабинет, а теперь нам сделают их отдельным и уже полноправный настоящий кабинет. Глава оценил темпы выполнения всех процессов. Здесь демонтажные работы будут выполнены к указанным срокам. Бригада строителей прекрасно со всем справляется и даже немного идет с опережением графика. Сергей Дорофеев обсудил с родителями учеников все детали и интересующие вопросы. Сегодня мы с родительским комитетом посмотрели, как идет демонтажные работы идут в школе для детей с ограниченными возможностями. Мы уже воочию это увидели, скажем так, что и по данным строинадзора здесь уже демонтаж осуществлен на 80%. Таким образом, коллеги идут немножко даже с опережением графика. Ждем выхода с экспертизы данного проекта, после чего непосредственно приступят уже к строительным работам на данном объекте. Следующая встреча у нас будет здесь 18 числа. Поэтому просим родительский комитет и желающих посмотреть, как идет строительство. Приходите на площадку, мы вам покажем. В рамках мероприятия «Месяц чистоты и благоустройства» на территории Электрогорска продолжается акция «Зеленый обмен». В чем ее цель? Расскажем в следующем сюжете. В этом году в регионе предлагают новую концепцию оформления двора. Живым растениям нужен живой дом. Суть акции «Зеленый обмен» – обмен старых отработанных автомобильных покрышек, которые используются во дворах многоквартирных домов для самодельных композиций, скульптур, клумб, насаженца растений. У нас стартовала акция по всей Московской области, в частности у нас в городе называется «Зеленый обмен». То есть мы понимаем, что время течет, меняется, меняется время, меняются подходы к благоустройству. И в данный момент мы видим, что у нас в городе очень много и людей талантливых, и людей, которые любят свою территорию придомовую. Но, к сожалению, те материалы, которые используются в оформлении придомовой территории, как мы видим в настоящий момент, это покрышки. Во-первых, это уже мусор, это экологически вредно. И мы их меняем. Мы их меняем на зеленые насаждения, на деревья, на цветы. И поэтому сегодня у нас первый такой опыт прошел в Электрогорске. Я прошу присоединиться всех жителей города Электрогорска, кто любит свой дом, кто украшает его, менять покрышки на деревья. Администрация готова в бесплатном порядке предоставить рассаду для посадки около домов. Таким образом мы сделаем наш город чище, комфортнее, ну и уютнее. Уже давно известно, что отработанные автомобильные покрышки не только пожароопасны, но и выделяют целый ряд вредных химических веществ в землю. Специалисты категорически против их использования для обустройства клумб на дворовых территориях. Управляющая компания осмотрит место предполагаемой посадки и определит необходимое количество саженцев, а старые покрышки отправят на переработку. Сегодня я приняла такое участие в такой акции замечательной, в очищении города, да, будем так говорить, что мы убираем вот старые покрышки, но взамен нам вот на это дают прекрасные цветы. Вот мы уже посадили куст сирени. У нас есть еще очень много разных цветов, которые будут радовать глаз гостей, да даже нас самих. Так что это прекрасно. Прекрасно. Убирайте, убирайте и сажайте цветы, которые дают бесплатно. Это же прекрасно. Нам что, вот мне, например, как пенсионерке. Это праздник. Спасибо большое. Также жители сами могут помочь своему двору и начать заранее пересаживать растения из таких самодельных клумб, а резину сдавать в пункты приема. 30 апреля в Московской области прошла традиционная акция по посадке деревьев в Лес Победы. В Электрогорске площадками для высадки саженцев стали четыре территории, главной из которых – городской парк. Всем желающим выдали инвентарь, а специалисты объяснили тонкости процесса. Подробности у моих коллег. Восстановление лесов в Подмосковье началось с 2013 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. А с осени 2014 к акции присоединились муниципальные образования. Теперь в городах непрерывно озеленяются улицы, придомовые территории, парки и скверы. В Электрогорске площадками для высадки саженцев стали четыре территории, главной из которых – городской парк. Как мы сегодня увидели по количеству людей, пришедших на эту акцию, то есть мало того, что она стала традиционной, она с каждым годом людей все больше и больше на нее приходит. И самое, что радует, наверное, приходит со своими детьми. То есть, да, наверное, взаимосвязь старших поколений с молодежью у нас, она сохраняется. И это подтверждено, как я еще говорил, количество молодежи, которое сегодня пришло на эту акцию. Дружной толпой люди вышли на добрую акцию. Инженеры и учителя, врачи и водители, предприниматели и представители старшего поколения, общественных организаций, бок о бок восстанавливали легкие земли. Погружали в лунки корни саженцев и сеянцев, чтобы потом, через года, над нашими головами раскинули свои кроны зеленые великаны. Дорогие мои, к сожалению, старшие поколения тихо, незаметно уходят из жизни. Но на смену нам приходите вы, молодые патриоты. Который год вы уже сажаете победный лес в память о погибших и на славу живых героев. Низкий вам поклон. А я сегодня хочу посадить дерево в память о детях, погибших в блокадном Ленинграде. Спасибо. На площадках высадили саженцы декоративных деревьев и кустарников, ивы, березы, клёны и рябины, а также фруктовых деревьев – яблони, вишни, груши. Меня на самом деле глубоко симпатизирует смысловая нагрузка этих акций, потому что мы, во-первых, создаём, облагораживаем наши города, наши поселения и Московскую область, сажаем деревья. Во-вторых, мы передаём память из поколения в поколение, приобщаем детей. Вот я первый раз сажала студенткой, а последние разы уже сажают своими собственными детьми. И мне эта акция очень нравится, и мне кажется, что она объединяет большое количество людей. И опять же, каждый потом будет со своими внуками, правнуками идти и говорить, а вот это дерево в этом парке посадил я или посадил ваш папа, это же очень здорово. Отрадно, что в акции принимают участие целыми семьями и приучают к этому детей. Некоторые из них, несмотря на юный возраст, отметили, что для них акция была важна не только из-за экологии, но и благодаря возможности отдать дань памяти своим дедушкам, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. В память о ком сегодня вы свои деревья посадили? У меня воевал прапрадедушка, ну, в честь него. Я в честь своей прабабушки, она родилась во время войны. Который раз вы уже принимаете участие в этой акции? Первый раз. Ну и как вам ощущения, как вам в целом значимость этого мероприятия? Это очень классно, для нас это просто что-то с чем-то. Ну, я считаю, это каждый должен сделать, посадить. Даже не в честь кого-то, можно даже просто. Который раз ты принимаешь участие в такой акции? Ну, я принимаю это первый раз, это участие. Было очень интересно, увлекательно. Да. В память о ком ты сегодня посадила дерево? Ну, в память о героях, погибших в Великую Отечественную войну. Также 30 апреля 373-ю годовщину со дня образования службы по всей стране отмечает более 400 тысяч специалистов пожарной охраны. Ежедневно они не просто выполняют свой долг, они, рискуя своей жизнью, идут в огонь во имя спасения жизней. На торжественном мероприятии в городском парке руководителям и сотрудникам вручили благодарственные письма главы города и депутата Московской областной дома. Благодарственным письмом депутата Московской областной думы награждается Ворошилов Александр Николаевич, капитан внутренней службы, начальник пожарной части 110. За добросовестный труд, высокий профессионализм по обеспечению пожарной безопасности и в связи с празднованием Дня пожарной охраны России. Поздравляем вас. Спасибо большое за работу. Благополучия вашей семье. Вот уже много лет мы собираемся в преддверии Дня Победы, чтобы сделать доброе дело и вспомнить тех, кто совершил подвиг, чтобы мы жили в мире. Эта акция объединяет разные поколения – молодежь и наших ветеранов. Она дает возможность помнить и не забывать про героизм наших людей. Приближается великий и светлый праздник – День Победы. Праздник, который ждали миллионы людей по всему миру. Дорогая цена этого праздника – многочисленные жертвы фашизма, слезы жен, матерей и детей. Наши деды и прадеды смогли выстоять и победить в самой жестокой войне 20 века. Они остановили беду, грозившую всему миру фашизм. В эти дни самые теплые поздравления, конечно, к главным героям праздника. О войне нельзя рассказать за один раз, а у тех, кто был свидетелем страшных лет, в сердце навсегда не зажившая рана. Вашему вниманию сюжет нашего телеканала об оставшейся в живых жительнице блокадного Ленинграда Иде Викторовне Синюшкиной. Мама оставляла мне 125 граммов хлеба на столе. Я ела его не сразу, а отламывала по крупице и жевала часа три. Как-то смотрю, а на столе хлеба нет, только крошки под столом. Хлеб съела крыса. Я поползла по полу, плакала и собирала эти крошки. А маме говорила, кыса съела, кыса. Мама не могла понять, что за киса. Ведь в городе уже давно съели всех кошек, собак и птиц. Потом поняла, крыса. Мама стала прятать хлеб под подушкой. И тогда крыса меня укусила. Стали прятать под котелок. Достать его крыса уже не могла. Это не описание фильма ужасов. Это воспоминания трехлетней девочки, которой удалось выжить в блокадном Ленинграде. Ида Викторовна Синюшкина. К сожалению, единственная оставшаяся в живых жительница Электрогорска, пережившая в детские годы страшные блокадные дни. Ида Викторовна родилась в Ленинграде на Ржевке в семье Веры Андреевны и Виктора Павловича Лайтур и пережила блокаду, будучи маленькой девочкой. Ее отец участвовал в финской войне, служил в исполнительном комитете в Кремле, был личным шофером Надежды Константиновны Крупской. Когда Виктор Павлович демобилизовался, Надежда Константиновна сделала ему подарок. Пакет с тканью, настоящим шелком темно-вишневого цвета. Всей семье, маленькой Иде, бабушке, себе, мама сшила платье из этого шелка. Война ворвалась в жизнь ребенка бомбежками, взрывами, голодом. Мама собирала траву, резала крапиву, добавляла туда столярный клей, варила кожаные ремни. Паек, 100 граммов хлеба на неделю на детей и 200 на взрослых, не мог утолить голод, и только звук метронома из громкоговорителей в квартирах ленинградцев стучал. Город жив, город жив, город жив. Но кроме этого в памяти девочки навсегда остался голос Ольги Бергольц, приятный и успокаивающий испуганного ребенка, пусть совсем неспокойными стихами. Был день, как день. Ко мне пришла подруга, не плача, рассказала, что вчера единственного схоронила друга. И с ней мы молчали до утра. Какие же я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день. В один платок закутались вдвоем. И тихо-тихо стало в Ленинграде. Один стуча трудился метроном. И стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, на радугу похожее слегка. Когда немного посветлело небо, мы вместе вышли за водой и хлебом. И услыхали дальние канонады, рыдающий, тяжелый, мерный гул. То армия рвала кольцо блокады, вела огонь по нашему врагу. А город был одет в дремучий иней. Уездные сугробы, тишина. Не отыскать в снегах трамвайных линий. От них полозьев жалоба слышна. Скрепят, скрипят по Невскому полозья. На детских самках, узеньких, смешных, в кастрюльках воду голубую возят. Дрова и скарб умерших и больных. Так с декабря кочуют горожане. За много верст в густой туманной мгле. В глуши слепых обледенелых зданий, отыскивая угол потеплей. Вот девушка с лицом за индивелом, упрямо стиснув почерневший рот, Завернутая в одеяло тело, на Охчинское кладбище везет. Везет, шатаясь, к вечеру добраться. Глаза бесстрастно смотрят в темноту. Скинь шапку, гражданин. Провозят ленинградца, погибшего на боевом посту. Скрипят полозья в городе, скрипят. Как многих нам уже не досчитаться. Но мы не плачем. Правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Уже страданиям нашим нет ни меры, ни названия, ни сравнения. Но мы в конце тернистого пути и близок день освобождения. Сестра, товарищ, друг и брат. Ведь это мы, крещённые блокадой. Нас вместе называют Ленинград. Ленинград и шар земной гордится Ленинградом. В сентябре уже кольцо замкнули, енцы. И началась страшная жизнь. Холод, голод. Ни воды, ни отопления, ни еды, ни магазинов, ничего. Какие были склады, всех разбомбили. Да их мало было. Вот перевозили. Город, конечно, думал, помогал как-то выжить людям. И перевозили каждый день любыми способами, по тонне продуктов. Но на трёхмиллионный город это было мало. Вот и... А уже в 42-м году зима была самая страшная. Морозы были 42 градуса. 40-42, и вот почти половина умерла в первую зиму. Сестра у меня была, ей было. Как отъезд пришёл в финской, и потом появилась сестра. Вот и... Умерла от голода. Не было ничего, ни хлеба, ни молока. Давали ей что-то, вот, мякиш в тряпочке заворачивали. Сосала, сосала, а что-то там пусто всё. И вся, как маленькая такая, мама говорит, такая вот, тельца. Ну, совсем худенькая, синяя, кожица обтянута. И умер ребёночка. Мать пошла работать на пороховой завод, а трёхлетнюю Иду отдала в детский сад. Утром, 26 марта 1942 года, на железнодорожных путях станции Ржевка произошли три крупных взрыва. Нянечки схватили детей и побежали в бомбоубежище. Ну, вот самый такой запоминающийся эпизод – это вот в марте, в конце марта, когда разбомбила детсад, где я находилась. Мама работала на пороховом заводе, а я жила в детском саду. И вот стали взрывать. А там в станции Ржевка, там были, на путях стояли эшелоны со снарядами. Ну, немцы стали бомбить. И эти вот составы, их там много было, стали рваться. И вот, как вот по документам, было разрушено 500 домов. Я уж не говорю о людях, которые там, сколько там жило. Ну, и в наш тоже детсад попала бомба. Прямо вот в крышу, все проломило. Ну, в нашу комнату, где мы находились, а было 5 часов утра, спали же все. Только вышли все окна. И там штукатурка, там все это падало. Ну, в общем, ну, не на улице мы были, как бы все в помещении. Нянечки, конечно, своих детей похватали всех и убежали в бомбу в убежище. А мы остались там несколько человек. Девочку удалось спасти, но она долго болела, стала заикаться. Потом фашисты разбомбили их дом. Погибли бабушка и дедушка. А Иду с мамой спасло только то, что их не оказалось в это время дома. А чуть позже пришла похоронка на отца. Без вести пропал при взрыве. Маленькую Иду и маму эвакуировали из Ленинграда. Отец пропал без вести, дом разрушен. У нас, в общем, пришло разрешение на эвакуацию. Не всех эвакуировали, что ли? Конечно, нет. Конечно, только по разрешению, по документам. Все очень строго было. Нас везли на грузовиках, открытых, в основном, женщин. Детей было очень мало. Я вообще была одна на грузовике, потому что уже все умирали, дети. А взрывы от немцев, то тут как тут, бомбить. Взрывы то слева, то справа. Мне передавали женщины с рук на руки, с борта на борт, чтобы эти осколки не заделали. Эвакуировали их в Омскую область. Добрые люди брали ленинградцев к себе домой на жительство. Вера Андреевна пошла устраиваться на работу и попала на хлебокомбинат. Ей помогла ленинградка, распределявшая новоприбывших на заводы. Пожалела истощенную землячку. Работникам хлебокомбината отдавали производственный брак – непропеченный хлеб. Им и откармливала Вера Андреевна дочку и себя. Чтобы вернуться в освобожденный Ленинград, нужен был вызов от родных или с места работы. Ни того, ни другого не было, и мать завербовалась на сталелитейный завод имени Жданова, разнорабочий. Так удалось вернуться в родной город. Там я была маленькой, там еще были какие-то дети. Нас спрятали под кровать, когда приходил комендант. Нельзя было здесь? Может, не положено было брать только одиноких. Наши проблемы с детьми совсем нужны. А как вы пошли в школу? В школу пошла, ничего не одеть. Голодные, босые. Ноги прятала под парту своей ледышки. Болела часто, конечно. Потом дожди всегда. Сыро, холодно. Мать мне шила тапочки такие вот тряпочные. Однажды получили гуманитарную помощь. Шапки, пальто. А потом лайтерам дали комнату. Она была разделена простынями для четырех семей, потом для двух, а позже получили отдельную комнату. Замуж Эда Викторовна вышла за москвича. 13 лет прожила в столице. А когда умер супруг, вышла замуж за электрогорца. И по сей день живет здесь. Это необыкновенно интересный собеседник, творческий человек и большой оптимист. Пишет стихи, увлекается вязанием кружев, мастерит картины из шерсти, щедро делится своим умением. Поет в ансамбле родная песня, встречается с молодежью. 9 мая она примет участие в параде победы на Красной площади. Кружева этой жизни, жизни человека, ребенком пережившего блокаду, сплетены из разных нитей, светлых и темных. Но человек этот, его глаза, улыбка, голос излучают тепло. Около таких людей хочется быть, чтобы согреться, чтобы услышать мудрость, обрести понимание, идти с ними по дороге, слушать, грустить и смеяться, растить своих детей, похожими на них. Только одна мысль омрачает это кружево. Лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. В Электрогорске стартовала акция «Георгиевская ленточка» – символ памяти и знак благодарности тем, кто завоевал для нас великую победу. В России стартовала традиционная в преддверии 9 мая акция «Георгиевская лента». Ленточки раздают бесплатно на самых оживленных улицах города. Организацией занимаются патриотические движения, прежде всего, волонтеры. Сегодня у нас мероприятие по поводу раздачи «Георгиевской ленты». Она будет проходить эта акция с 4 мая и по 9-е включительно. В этом у нас принимают участие волонтеры и также молодая гвардия. Черно-оранжевые цвета давно стали одним из главных символов именно Дня Победы. Этот символ российской воинской доблести был во все времена, начиная с Екатерины II. Сначала три черных и две желтых полосы венчали Орден Святого Георгия. А с 1855 года офицерам предписывалось носить на такой ленте наградное золотое оружие. В 1943 году Георгиевская лента украшала Советский Орден Славы. Ленточки, которые в канун Дня Победы раздают тысячи волонтеров на улицах российских городов, это память о подвигах, знак уважения, скорби и благодарности. Сейчас я хочу раздать георгиевские ленточки разным жителям нашего города. Во-первых, это символ 9 мая, когда мы одержали победу. И в завершение о погоде на выходные. Ближайшей ночи переменная облачность, температура плюс 4, плюс 6. Давление немного выше нормы. 7 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 13, 15. Ветер южный умеренный. 8 мая ожидается такая же переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 12, 14. Ветер юго-западный умеренный. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения. На этом все новости на сегодня. Уважаемые телезрители, приглашаем вас к экранам 9 мая. Мы готовим специальный праздничный эфир, посвященный Дню Победы. 9 мая в 12 часов от городского бульвара начнется шествие колонн Бессмертного полка. В День Победы основные мероприятия пройдут у Дома культуры, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, мастер-классы, концерт профессиональных артистов, праздничный салют. Приходите всей семьей отметить Великий День Победы. В студии была Ольга Костина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин